Доброго времени суток, меня зовут Максим, я являюсь сертифицированным экспертом Zendesk в компании CloudFresh и сегодня я вам расскажу о триггерах, что это такое, какие у них есть параметры и как использовать. Для того, чтобы перейти в настройку триггеров, нам нужно нажать на 4 кубика вверху справа, выбрать центр администрирования. Мы можем воспользоваться поиском для удобства и во вкладке бизнес-правила у нас есть триггеры. В этой вкладке будут отображаться абсолютно все триггеры, которые есть в системе. Что вообще такое триггеры? Триггеры это определенного рода действия. Они работают на основе каких-то детекторов, но как только мы задаем условия, к примеру, найди мне такой-то тикет и если в нем есть такая-то информация, какие-то поля заполнены, то сделай следующее действие. Примечательное то, что сам триггер работает практически мгновенно. То есть в триггерах мы не можем задать временной интервал. Он задается немножко в других функциях, об этом чуть позже. А сейчас поговорим о триггерах. Что у нас здесь доступно? Естественно, активное и неактивное. Если вы использовали какой-то триггер и на данный момент вам он не нужен, вы можете его деактивировать. Таким образом он попадет в вкладку неактивный. То есть он не будет удаленным, вы сможете его восстановить в случае надобности и еще раз активировать. Естественно, вы можете делать определенного рода поиск, фильтры применять для того, чтобы более удобно было искать и управлять теми или иными триггерами. Также, как видите, есть несколько категорий. Категории служат для того, чтобы распределять фикеты по определенным группам или по какому-то другому принципу. Рекомендуем всегда использовать категории. Это будет удобно на этапе настройки этих триггеров для вашей системы. И также это будет в дальнейшем удобно для администраторов или того же пользователя, который будет управлять триггерами и Zendesk системой в общем. Для того, чтобы добавить триггер, нам нужно нажать кнопку добавить триггер. Чтобы категорию, также вы можете нажать на стрелочку вниз и добавить категорию. Дать ей какое-то название и она здесь сохранится. Давайте посмотрим, что есть внутри триггера. По умолчанию всегда у нас идет название триггера. Описание. Оно необязательно. И категория, к которым можно добавить триггер. Также вы можете создать категорию сразу же. К примеру, вы создаете пул определенных правил и забыли создать категорию. Вы можете сделать это прямо из триггера. Сам же триггер работает на основе детекторов, а ниже условия. То есть, если же в тикете выполняются следующие условия, то мы делаем определенные действия. Условия бывают двух типов. Условия, которые должны выполняться абсолютно все и условия, которые должно принять любое из списков. По условиям. У нас есть стандартные условия, которые предлагает Zendesk. Это условия самого тикета. К примеру, статус тикета, форма, приоритет, группа, канал и так далее. Также у нас есть возможность добавить свои кастомные поля. То есть, к примеру, у вас есть кастомное поле, название шаблона. Выбираем оператора, равно и здесь выбираем, что нам подает, какое значение. К примеру, вы хотите сделать шаблон, который говорит о том, что если наш агент заполнил поле названия шаблона с таким значением, да, вопроса реестрации, то тикет падает на ту или иную группу. Для этого мы добавляем это все следующие условия, которые абсолютно все должны выполняться. Рекомендую также точечно делать какого-то рода правила, да, для того, чтобы тикет, для того, чтобы триггер не срабатывал для каждого любого тикета. Ну, к примеру, статус равно открыт. То есть, это значит в том, что если статус тикета открыт, и оператор заполняет такое-то поле, то срабатывает следующее правило. Переходим в действия. В действиях мы также можем выполнять какие-то манипуляции стикетом. Давайте воспользуемся примером, которым я говорил, что при заполнении такого-то значения в таком поле мы назначаем его на определенного рода группу. Мы назначаем на вот эту группу. И, таким образом, при заполнении этого значения будет выполняться следующее действие. Опять же, вы можете поменять поле, к примеру, да. То есть, если это вопрос о регистрации, тогда приоритет будет нормальный. Если уже здесь приоритет будет низкий, то при заполнении такого-то значения он будет уже нормальным. Как, собственно говоря, просмотреть, сработал ли тот или иной триггер? Как видите, вы можете в статистике увидеть описание самого триггера и количество раз, сколько сработал сам триггер за последние 7 дней. Как просмотреть в самом тиккете? Для этого нам достаточно перейти в наши виды. Давайте выберем тот или иной тикет. И вверху справа мы можем нажать на события. Таким образом, мы увидим все наши изменения, да. То есть, все, что произошло. Вам нужно найти вот такую вкладку. По умолчанию мы всегда прыгаем вниз. То есть, это самое последнее действие. Если мы поднимемся вверх, то мы можем увидеть, что происходило с самим тикетом. То есть, к нам пришел тикет, в нем заполнились те или иные поля, статусы и так далее. И здесь мы видим, что триггер. Как видите, здесь сработало несколько триггеров, три триггера. И для того, чтобы просмотреть сам триггер, если увидели, что он неправильно работает, вы можете кликнуть и автоматически окажетесь вот в этой кладке с изменением самого триггера. Для чего используются триггеры? В основном, они используются для того, чтобы создавать какие-то мгновенные действия, да. К примеру, переназначение на группу при заполнении какого-то поля или же создавать уведомления. К примеру, есть триггер по умолчанию. Он называется Notify All Agents of Proceeded Request. Говорит о том, что уведомлять абсолютно всех агентов в полученном запросе. Как видите, все условия, тикет равно создан. То есть, как только тикет появляется в системе, опять же, бренд вы можете не использовать. Это, в принципе, необязательное условие. Если уже у вас несколько брендов, то рекомендую добавить бренд вот сюда. Если же вы добавите два бренда в обязательные условия, то, скорее всего, триггер будет некорректно работать. Почему? Потому что вы должны учитывать, что в самом тикете мы можем указать только один бренд. А наше правило некорректное. В нем говорится о том, что в момент того, как тикет обновляется, у него должно быть два бренда, что, собственно говоря, невозможно. Бренд будет всегда один. Он может измениться, но два одновременно их никогда не купить. Поэтому мы рекомендуем вот такого рода правила. Если есть бренды, то лучше добавлять их в следующую условию. Это будет говориться о том, что неважно, какой бренд, если он есть, то ты должен сработать. И, собственно говоря, действия. Мы можем отправить пользователю письмо или же отправить письмо в какой-то группе. Как видите, мы отправляем письмо пользователю определенному. Это наш агент. Мы используем переменные. Переменные. Что это такое? Это определенного рода функция, которая позволяет вытаскивать информацию из нашего тикета. К примеру, как видите, у нас есть тикет-тайтл, который говорится о том, что нужна тема тикета. Таким образом, мы подставляем тему тикета сразу сюда. Эта информация вытягивается отсюда. То есть, как клиент написал, собственно говоря, так эта тема и будет отображаться в письме об уведомлении. Мы можем выводить тикет-ид и в целом у нас есть очень много разных перемен. Естественно, все переменные работают с кастомными полями. Опять же, все зависит от типа поля. Видите, тикет-филд-ид для специального поля, например, и для специального поля, если же это дроп-дау из списка какого-то, потому что там есть несколько значений, помимо самого значения поля. Вы также можете выводить эту информацию. То есть, условно говоря, вам нужно просто скопировать этот ID, вставить его куда-то и вместо ID заменить на ID поля. ID поля вы можете найти в полях, поля пользователя. Выбираем ID поля и вставляем сюда ID. То есть, таким образом, если же это поле будет заполнено, сработает триггер, он возьмет информацию из этого тикета, поместит ее сюда и таким образом у вас будет целое значение и оператор или же группа сможет получить больше информации в письме для того, чтобы уже сделать больше действий. В целом, на триггерах все. Всем спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok